Повысить значимость и престиж профессии педагога дополнительного образования, выявить лучшие практики и лучшие педагогические кадры – таковы основные задачи Всероссийского конкурса «Профмастерства. Сердце отдаю детям». В этом году в борьбу за звание лучшего педагога дополнительного образования Южной зоны Тамбовской области вступили семь человек. Продемонстрировать свои профессиональные навыки им предстояло в четырех номинациях – художественное, техническое, социально-педагогическое и физкультурно-спортивное. «Каждый педагог должен показать свое мастерство, как он умеет работать с детьми, какие приемы применяет, ознакомиться со своей образовательной программой, представить свое творчество, показать, что на самом деле этот педагог лучший». О себе, учениках, о достижениях и планах на будущее. Об этом и не только говорили участники в своем послании педагогическому сообществу – первом конкурсном задании очного этапа в формате самопрезентации. И если писатель говорит словом, художник – кистью, то педагог по классу гитара Центра «Кристалл» города Уварова Денис Неудахин живет и говорит музыкой. Своё профессиональное кредо он буквально разложил по нотам. «До» – это «до» – семья. Музыку меня привел отец, интерес к музыке мне привил мой учитель. А я, в свою очередь, передал эту любовь дочерям. Как будущий педагог я понял, что очень важно уметь жить и работать с другими людьми в творческом сотруднике. Рэ – ремесло. Дело мое – преподавать детям одной из лучших и важнейших открытий человечества – музыку. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что ты преподаёшь, и любить тех, кого ты учишь». В этих словах, по мнению ещё одной участницы конкурса, учителя начальных классов и педагога дополнительного образования Уваровского лицея Ольги Поплёвкиной, и заключается главный смысл педагогической деятельности. «Девиз, в котором я иду по жизни – это слова использования. Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастлив само вас найдёт». Самопрезентация – лишь первая часть очного этапа конкурса. Проявить своё мастерство конкурсантам предстояло и в рамках практических занятий, к организации которых все участники подошли весьма неординарно и творчески. Та же Ольга Поплёвкина на своём уроке «Милосердие» постаралась в простой игровой форме донести до детей, как важно быть добрым и отзывчивым человеком. «Если человек окажется в беде, вы обязательно пройдёте мимо?» «Какие вы молодцы! Никогда не пройдёте мимо! Хорошо. Ребята, ответьте на такой вопрос. А добро побеждает зло? Не всегда? Всегда! Всегда! Молодцы!» Завладеть вниманием детей и увлечь их в прекрасный мир творчества удалось и Светлане Масликовой, конкурсантке из Мучкапского района. Вместе с ней ребята совершили экскурсию в интерактивный музей дымковской игрушки. Смогли не только познакомиться с историей её создания, но и собственноручно расписать глиняные фигурки. Взглянуть на мир через призму объектива, поближе познакомиться с фотоаппаратом и сделать свой первый профессиональный снимок предложил участникам своего мастер-класса педагог Мучкапского дома детского творчества «Калейдоскоп» Сергей Мартынов. «Я занимаюсь техническим направлением. Это мир в объективе. У меня достаточно большая практика техническая. Я 25 лет отработал инженером. И сейчас параллельно занимаюсь фото и видео делами с детьми. Профессиональное кредо, я не знаю, наверное, любить детей. Ведь самое главное в профессии педагогу – это дети. И если мы не будем их любить, то просто не будет вот этой ответной реакции. Реакции доброты, реакции взаимопонимания». Выбрать лучшего педагога дополнительного образования в каждой из номинаций предстояло членам компетентного жюри, которые на протяжении всех конкурсных испытаний оценивали мастерство участников и выявляли лучшие педагогические практики. По итогам голосования жюри лауреатами зонального этапа стали в художественной номинации представительница Мучкапского района Светлана Масликова, социально-педагогической Ольга Поплёвкина из города Уварова, а в техническое Сергей Мартынов из районного поселка Мучкапский. Именно они представят юг Тамбовщины на региональном этапе конкурса. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов. Наш город.